привет друзья пришло время приготовить десертик сегодня я вам дам супер рецепт лимонного пирога вот поверьте это станет вашим любимым лакомством для ваших детей для ваших гостей ну и конечно же для вас не проигнорируйте обязательно приготовьте тем более что он готовится невероятно просто и быстро а результат всегда невероятный сейчас мы с вами греем масло сливочное я включаю плиту на самый маленький огонь мне нужно 200 грамм масла греем сразу добавляем пол чайной ложечки соли пока греется масло подготовим лимон лимон берите крупный в среднем 220 грамм если у вас маленькие лимоны взвести на весах и добейте чтобы у вас получилось 220 225 грамм не меньше режем произвольными кусочками так как мы его будем с вами молоть в мельнички буквально в пасту убираем семечки ну вот посмотрите вот таким образом мы должны с вами измельчить лимон получается замечательное пюре сахар пока не добавляем обратите внимание масло я не довожу до кипения этого достаточно сейчас нужно включить духовку на 180 градусов пока мы с вами будем готовить тесто духовка должна уже быть готова сметана 15 процентная жирность 200 грамм добавляем в наше сливочное масло все смешали мы с вами фактически делаем песочное тесто не сладкое это тесто подходит для любых пирогов и для сладких и не сладких мы с вами в будущем делать будем различные киши киши вы знаете что такое наверно к это пирог заливной пирог с сыром с яйцами и другими ингредиентами два яйца все смешали пол чайной ложечки соды вот где-то так без горки следующий момент три с половиной стакана муки хорошо просеянной муки все смешали добавьте немножко муки для того чтобы вы могли работать с тестом как вы видите она очень мягкая но ни в коем случае не добавляйте много тесто должно быть очень очень нежное к рукам она практически не липнет потому что все таки это песочное тесто на основе сливочного масла так нам с вами понадобится одна третья часть тесто а берите стандартную форму для запекания у меня 25 сантиметров в диаметре тесто буквально вот так отложим и и начинаем его распределять по форме старайтесь с ним работать таким образом чтобы у вас не было пустот потому что мы с вами будем делать мармелад лимонный мармелад если у вас будут дырочки в тесте то он начнет вытекать форму и подгорать вытягиваем края они нам понадобятся не нужно стараться прямо делать идеально это все таки рустик так называемый домашний пирог поэтому он не должен быть супер идеальным слегка края подтяните потому что нам надо будет их подворачивать и запечатывать наш пирожок ждем когда наша духовка нагреется до 180 градусов ни в коем случае сейчас не нужно добавлять в нашу лимонную смесь сахар потому что сахар сразу разойдется и не получится того эффекта мармелада пока духовка греется мы с вами сейчас приготовим верхнюю часть пирога немножко муки и раскатываем по диаметру нашей формы духовка у меня разогрелась 180 градусов пришло время делать лимонную начинку нам понадобится два полных стакана сахара делаем однородную смесь вы сейчас увидите как должен выглядеть сахар обратите внимание видите как он лениво стекает вот то что нам нужно всю эту историю заливаем форму разорвняли слегка присыпали мукой и подворачиваем нам обязательно нужно сделать вот скажем такой бортик для того чтобы мармелад во время жарки не вытекал из пирога вилочкой накалываем поверхность для того чтобы пар выходил из нашего пирога и корочка не стал лошадкой духовка разогрета 180 градусов ставим на 45 минут и так ребята наш пирог готов обязательно поставьте его на какую-нибудь подставку вот видите для того чтобы он у нас остывал когда же его кушать пирог должен остыть учитывая что у нас с вами там начинка жидкая мармелад должен загустеть и итак минимум четыре часа пирог должен полностью остыть если вы планируете пригласить гостей допустим на вечер то вы должны этот пирог испечь утром часов в 10 в 11 и вечером в 5-6 часов вы можете его подать например к чаю пришло время пробовать наш пирог мы дождались когда он окончательно остынет ориентировочно у меня прошло четыре с половиной пять часов как я уже сказал даже на следующий день этот пирог будет замечательный он будет нежный хрустящий и очень вкусный поэтому можете даже не переживать если вы оставите его на ночь давайте посмотрим ну вот друзья посмотрите какая красота получилась вот он наш лимонный мармелад плотненький пахнет невероятно мамма миа это просто невероятно каждый раз когда мы готовим этот пирог вся семья в восторге очень-очень вкусно просто идеально расчетчаем обязательно придерживайтесь основных правил при приготовлении этого пирога первое сахар взвешивайте потому что если вы не доложите сахара начинка может быть жидковатая вес лимона если вам не хватает лимона добавьте если лимон слишком большой уберите температура духовки 180 градусов ни в коем случае не ставьте пирог в холодную духовку как духовка будет готова поставили пирог 45 минут у меня духовка с вентилятором если у вас старая духовка старого образца то скорее всего вам понадобится не 45 минут а минут 50 возможно даже до часа я использовал стеклянную форму и в ней очень хорошо видно когда поверхности корочка хорошо прожарилась и подрумянилась вот от этого и ориентируйтесь кушать пирог только тогда когда он полностью остынет хранить вы его можете при комнатной температуре нет необходимости его хранить в холодильнике потому что здесь кроме лимона сахара теста больше ничего нету скушать его в течение 3-4 дней но я думаю что он так долго не пролежит но друзья на этом все надеюсь что сегодняшнее видео было тоже интересно полезно вы чему-то научились что-то узнали новенькое если у вас есть вопросы пожалуйста пишите в комментариях я с удовольствием отвечу каждому увидимся в следующий раз пока